В 2 часа ночи сообщение о задержании мужчины при попытке кражи на пульт 102 поступило с микрорайона Пахтакор. По вызову выехал 807-й экипаж дорожно-патрульной полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили 35-летнего мужчину, которого доставили в наркологический диспансер. Я работаю на одном предприятии электрослесарем, но пока нахожусь в отпуске без задержания. Сразу после освидетельствования задержанного полицейские доставили в Инбекшинский РОВД. Он признался в попытке совершения кражи. По его словам, на преступление он пошел не в первый раз. В этот раз деньги украсть я не успел. До этого я уже заходил в тот дом. Но в этот раз ничего не взял. По словам хозяина дома, из машины, стоявшей во дворе, деньги пропадали уже трижды. В этот раз потерпевший был на готове и выслеживал злоумышленника. По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас следователи готовят материалы для передачи в суд. На пульт Центра оперативного управления Департамента внутренних дел поступило сообщение о том, что по улице Тошенова ходит мужчина, выпрашивающий милостыню и настойчиво пристает к прохожим. По вызову на место происшествия выехал экипаж дорожно-патрульной полиции. Завидев полицейских, мужчина попытался скрыться, но перебегая дорогу, попал под колеса автомашины. Полицейские вызвали бригаду врачей, которые оказали пострадавшему медицинскую помощь. Здесь Порошиловка. Порошиловка? Дом, улица какой? Я не знаю, только недавно переехал. На место происшествия патрульной полицейские вызвали оперативную группу Альфа-Рабейского РОВД. Теперь за совершение ДТП и попрошайничество мужчине грозит крупный административный штраф. До 22 декабря на пульт 102 поступило сообщение о грабеже, совершенном в отношении двух женщин. Тогда неизвестный молодой человек нанес одну из потерпевших удар ножом и похитил у нее сотовый телефон и золотые украшения на сумму 100 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Альфа-Рабейского РОВД задержали подозреваемого в совершении преступления 29-летнего жителя Шимкента. По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело по статье 192 Уголовного кодекса. Подозреваемый совершил разбойное нападение в отношении 60-летней женщины и нанес ей удар ножом в ногу. После этого похитил сотовый телефон, золотые украшения и деньги. Сейчас подозреваемый задержан и заключен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.